МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казань получила в ходе бандитских разборок в 90-х, когда выделилась из ОПГ перваки. По версии следствия, на их счету несколько убийств, в том числе основателя русского радио в Казани, совладельца агентства радиокоммуникации РСЭ Тимура Атнагулова в 1999 году. Надержал в штате членов ОПГ. В итоге выяснилось, что его обворовывали. И когда Тимур для них кормушку собирался прикрыть, его убили. Ни доводы потерпевших, ни свидетелей, ни доказательная база следствия не произвела на присяжных должного воздействия. И адвокаты с удовольствием комментировали свой успех. Я как адвокат доволен, потому что это был честный бой. Стороны представляли доказательства, стороны приводили свои доводы. И доводы обвинений не были убедительными, потому присяжные вынесли такой вердикт. Обвинение, на наш взгляд, на взгляд стороны защиты, изначально являлось абсурдным, противоречивым. Абсурдным, в свою очередь, в прокуратуре республики назвали оправдательный вердикт присяжных и созвали срочную пресс-конференцию для журналистов. То, что вердикт, по мнению гособвинителей, явно нелогичный, я думаю, что это всем понятно. Когда один из фигурантов дела, подсудимых, признает вину, другой показывает, также на него дает показания. Есть целый ряд свидетелей. После изучения приговора и протоколов судебного следствия нами будет внесено апелляционное представление. Это однозначно. Причем, как считают прокуратуре, есть основания обжаловать не только оправдательный приговор, но и сам вердикт присяжных. 9 из 12 судей факта голосовали одинаково, говорит Артем Николаев, что также вызывает некоторые сомнения. Решение было, естественно, не единогласным, но почему-то очень, так сказать, сгруппированным. По большинству вопросов 9 человек высказалось в отношении подсудимых за оправдание, а 3 по большинству вопросов высказались против. Обычно бывает или какой-то разнобой. Кроме того, была развернута масштабная кампания в защиту подсудимых, начиная от митингов, свидетелем одного из которых был присяжный, говорят в прокуратуре, и заканчивая созданием сайта в их поддержку. Несмотря на оправдательный вердикт присяжных, судья в течение двух часов перечислял все преступления, в которых, по версии следствия, повинны оправданные. И теперь у гособвинения вся надежда лишь на Верховный суд России, куда они намерены направить свое апелляционное представление. Сегодня истекает последний день, когда уголовное дело о крушении Булгарии может быть передано из Верховного суда республики в один из районных судов Казани для рассмотрения. Если решение Верховного суда не будет обжаловано, то дело о гибели 122-х человек будет рассматривать Московский районный суд. Супруги Камаловы в этом злопоучном рейсе потеряли дочь. Он инсульт перенес, инфаркт перенес, его прооперировали. Это рано никогда не заживет. Это вообще чудовищная трагедия. Это чудовищная трагедия. Я не знаю, как мы предопустить такое. Потерпевшие настаивают, не только подсудимые. Экипаж Булгарии тоже должен нести ответственность за происшедшее. С этими обвинениями члены команды теплохода не согласны. Это произошло в течение трех минут. Теплоход утонул. Конечно, помогал экипаж. Я сам спасал. У нас пол экипажа тоже утонуло. Половина экипажа утонула. Из шести плотов открыли четыре плота. Два плота мы сами открывали. И людей маленько перекидывали, чтобы не утонули плоты. У меня погибла дочь там также. Моя дочь проработала нам три дня. Она была проводником. На скамье подсудимых пятеро, четверо подстражей. Это генеральный директор фирмы «Арго-речтур» Светлана Инякина, старший эксперт Кампского филиала российского речного регистра Яков Ивашов, начальник Казанского линейного отдела Волжского управления Ространснадзора Ирик Тимиргазеев и бывший государственный инспектор этого же отдела Владислав Семенов. Еще один старший помощник капитана Булгарии Рамиль Хаметов под подпиской о невыезде. За неоказание терпящим бедствия на Булгарии ранее уже были осуждены и приговорены к штрафам капитан сухогруза Арбат Юрий Тучин и капитан буксира Дунайсти 66 Александр Егоров. И дело Егорова рассматривал Московский районный суд Казани. Еще одно резонансное уголовное дело слушалось на этой неделе в суде Советского района Казани. На скамье подсудимых человек, который помогал призывникам избежать службы в армии. Причем более чем оригинальным способом, продавая им липовые справки с диагнозом ВИЧ-инфекции. Идея штамповать такие справки пришла Марселю Шушковскому в местах лишения свободы. За основу он взял настоящие документы о заболевании ВИЧ у своего знакомого наркомана. И после освобождения из колонии поставил производство подделок на поток. Однако вскоре его задержали и узнали список его клиентуры. В итоге мнимым больным также пришлось предстать перед судом. Причем даже раньше, чем самому Шушковскому. И ответить на резонный вопрос, почему здоровые ребята согласились на клеймо ВИЧ-инфицированных. Для чего вам это нужно было? Свободиться от армии? Правильный служб? Свободиться от правильной службы? Все, совокупности. Все, 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 все. Там же много наображателей. За липовую справку о том, что он состоит на учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, лжебольной заплатил 80 тысяч рублей. За то, что обманул государство и уклонился от службы в армии, заплатил еще 100 тысяч рублей штрафа. Всего услугами Марселя Шушковского, как следует из материалов дела, воспользовались 7 человек. Что же касается самого поставщика липовых справок, то его приговор еще впереди. Причем не только за преступный бизнес, но еще и за то, что, будучи отпущен во время следствия под подписку о невыезде, тут же скрылся от правоохранительных органов. Впрочем, долго бегать ему не пришлось. Ведь даже на это судебное разбирательство он был доставлен из мест лишения свободы, где отбывает срок за другое преступление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова